В эфире служба новостей Саров 24 студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Молодость Сарова. В молодежном центре прошла церемония награждения активных жителей города. 25 лет в мире знаний. Школа номер 16 отмечает юбилей. Новый год у ворот. В музее народной игрушки открылась выставка елочных украшений. Далее расскажем обо всем подробно. Малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане с доходами ниже прожиточного минимума со следующего года смогут рассчитывать на господдержку. Соответствующие изменения в закон об адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан приняли депутаты областного ЗАГС Собрания. Материальную помощь теперь будут предоставлять на основании социального контракта на срок от 3 до 12 месяцев за счет средств областного бюджета и субсидий из федерального. Получать адресную помощь смогут и трудоспособные граждане, если они ищут работу, учатся или находятся в сложной жизненной ситуации. Новый порядок начнет действовать с 1 января. Правительство региона направит на реализацию пилотного проекта более 1 миллиарда рублей, в том числе 820 миллионов рублей федеральных средств. Ожидается, что принятый закон будет способствовать снижению уровня бедности в Нижегородской области. К другим новостям. Они делают жизнь родного города интересной и насыщенной. В молодежном центре прошла торжественная церемония награждения активных, инициативных и спортивных саровчан. Грамоты и ценные подарки получили воспитанники и наставники различных общественных и муниципальных организаций. Подробности далее. Не первый год в нашем городе отмечают молодых людей, которые участвуют в развитии социальных направлений Сарова. В этот раз свою первую награду получила Елена Клюева. На торжественном приеме активистов педагогу-организатору Центра внешкольной работы вручили приз в номинации «Гордость». Девушка успешно представила наш город на молодежном форуме Иволга с проектом организации смены по развитию лидерских качеств для подростков. Это такая молодежная смена, где бы мы обучали именно подростков и молодежь, именно современным таким технологиям, прокачивали свои навыки. Андрея Ятунина также наградили статуэткой в номинации «Гордость» за организацию второго городского фестиваля экстремальных видов спорта «Скиллс Пати». Молодой человек с активной жизненной позицией успевает заниматься музыкой, осваивать современные увлечения и проводить праздники для саровчан. Нас немного захватывает размеренный темп, связанный в основном с работой, домом, как бы, а творчество, музыка и именно деятельность в плане организации, они как бы вырывают. Это как бы то самое, что делать не обязательно, но ты это делаешь и достигаешь в этом результатов, как бы, и, ну, и оно, это и выплеск для себя, это новые знакомства, это целый спектр, набор эмоций. Премия молодежи Сарова – ежегодное событие, на котором чествуют юных активистов общественной, культурной и спортивной сфер, а также наставников дарований нашего города. Вместе с наградой Елене Седовой вручили долгожданный значок и удостоверение заслуженного тренера России. Для тренеров это, ну, наверное, это самая высокая, как бы, награда, которую можно получить. Вот, и поэтому этот значок получить не так просто. Тренироваться можно долго, но ничего не достичь. А когда вот видишь, что у ребят как бы в глазах горит, и они хотят чего-то достичь, то это прежде всего, знаете, и нас заставляет работать более, как бы, активно. Представители администрации, общественных объединений и творческие коллективы поздравили активистов и отметили важность людей, которые вносят вклад в развитие нашего города. За инициативным молодым поколением будущее не только Сарова, но и всей страны. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Глава администрации Алексей Голубев провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги года и рассказал о направлениях развития города. Также обсудили очистку реки, поддержку любительского спорта и развитие гостиничного бизнеса. Подробности смотрите в ближайших выпусках новостей. Другая важная информация в подворке коротких новостей. Ремонт детского сада номер 8 обойдется в 23 миллиона рублей. Об этом стало известно по итогам экспертизы здания. Специалисты установили, что из-за нарушений, допущенных в процессе строительства, необходим ремонт перегородок. Эти работы запланированы на лето следующего года. Сейчас воспитанникам детского сада ничего не угрожает. Но когда ремонт начнется, ребят временно переведут в другие дошкольные учреждения. Городская администрация обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении подрядчика, который занимался строительством, к ответственности. Клиническая больница номер 50 опубликовала график работы в праздничные дни. Первая поликлиника будет принимать пациентов 3 и 6 января с 8 утра до 4 часов вечера. Детская поликлиника на улице Курчатова также будет работать 3 и 6 января, но с 9 до 12. Дежурный врач-стоматолог в больничном городке будет вести прием 2, 4, 5 и 8 января с 8 до 13 часов. В Сарове разыграют спортивные гранты. На финансовую поддержку могут рассчитывать социально ориентированные некоммерческие организации, которые занимаются развитием физической культуры и игровых дисциплин. Заявки на участие в конкурсе грантов будут принимать 23 декабря в 234 кабинете городской администрации. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 40. Во вторник 24 декабря в Центре поддержки предпринимательства пройдет круглый стол на тему борьбы с коррупцией. Начало в 14 часов. Во встрече примут участие представители правоохранительных органов и городского бизнес-сообщества. В случае, если у предпринимателей есть вопросы, их необходимо прислать на электронный адрес mailsobako.ru. Более подробной информации по телефону 9 92 63 и 9 92 64. Четверть века в системе обучения и воспитания. Школа номер 16 в этом году отмечает 25 лет со дня открытия. Первые ученики переступили порог учебного заведения в далеком 1994 году. С тех пор из стен школы выпустились сотни детей. Менялись учителя, завучи, директора. Но неизменным оставалось одно – качество образования. Ученики и учителя – это, пожалуй, главные действующие лица любой школы. От их взаимодействия и продуктивного диалога зависит жизненный успех детей и их наставников. Братья Кочетковы учатся в 10 классе. Девятые они закончили с отличием и продолжают держать высокую планку. Юноша уверена, что именно учителя заложили в них тягу к знаниям и точным наукам. Учительница начальных классов наших, Илья Амина Наталья Вячеславовна, в уроках математики объясняла нам различные примеры. И у меня в классе получалось решать их очень быстро, точно. Меня за это хвалили. Вот, наверное, уже тогда я определил свой путь в точной науке. Я считаю, что все мои достижения, мой красный аттестат, все мои победы, ребята, это не мои победы, это победы моих родителей и учителей. Без взаимопонимания между учениками и учителями процесс обучения не будет действенным и полезным, уверена Надежда Скафтымова. В 16-й школе она работает с момента открытия. За плечами у нее более 40 лет педагогического стажа. Первое, что она желает коллегам и ученикам, это слышать и понимать друг друга. Я бы пожелала, чтобы молодость души у нас никогда не заканчивалась, потому что мы должны знать, с кем мы работаем. И от этого уже выстраивать свои планы. И третье, от улыбки станет всем светлей. Ну, как учитель музыки, да. Поэтому нашим детям и нашим родителям от улыбок учителей должно быть комфортно. И от этого наши дети будут побеждать на всех Олимпиадах и будут завоевывать самые высокие награды и титулы. Уроки сменяются шумными, веселыми переменами. В это время у мальчишек и девчонок есть возможность пообщаться с друзьями, отдохнуть на уютных диванчиках и просто поиграть. Потом со звонком вернуться в класс, чтобы под руководством опытных учителей снова погрузиться в увлекательный мир знаний. Юлия Киселева 25 лет работает в 16-й школе. Она отмечает, что педагогический состав отличается профессионализмом и отзывчивостью. Люди творческие, люди знающие, люди, которые держат, наверное, само сердце этой школы. Вот такие у нас учителя. Славу школе приносят ученики. Их победы и заслуги – это высшая награда для учителей. Я желаю этой школе предсветания, потому что эта школа очень, ну, одна из самых лучших, как я считаю. Мне нравятся, какие здесь педагоги, здесь очень добрые, вежливые, отзывчивые учителя. Я желаю ей оставаться такой же красивой, как и снаружи, так и внутри, а педагогом оставаться добрым и не злиться на нас. Школа – живой, сложный организм, который имеет одно удивительное свойство – никогда не стареть. Спустя 25 лет 16-я школа продолжает хранить и приумножать славные традиции саровского образования и стремиться к новым успехам и достижениям. Елена Грецкова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. В Музее народной игрушки открылась новая выставка «Новый год у ворот». В экспозиции представлены елочные украшения 20-го века из стекла, ваты, пенопласта и пластика. Также гости ждет знакомство с изделиями ручной работы Нижегородской фабрики «Ариэль» и игрушками, созданными мастерами из разных уголков России. Елочная игрушка советского периода – настоящий учебник по истории. Каждый период жизни СССР ознаменован выпуском определенных видов новогодних украшений. Например, когда в космос полетел Юрий Гагарин, фабрики стали изготавливать игрушки в виде космонавтов звезд и планет. А после Олимпиады в СССР стали популярны мишки – талисман 22-х летних игр. Коллекция получилась очень интересная, очень такая разноплановая. Есть игрушки картонажные, стеклянные, ватные, из пенопласта, из пластика. То есть историю новогодней игрушки можно как раз проследить по этой елке, начиная с 50-х годов до настоящего времени. Особое место в экспозиции отведено стеклянным шарам ручной работы. Они сделаны мастерами Нижегородской фабрики «Ариэль». Игрушками этой компании украшена еще одна – современная елка. Игрушки тоже разные. Есть и шары стеклянные, есть и формовая игрушка, сказочные герои, домики, представленные разными сериями. Также на выставке можно посмотреть игрушки мастеров, которые работают в русле народных промыслов. Большинство – это ватные изделия, в каждом из которых прослеживается уникальный авторский стиль. Отдельный стенд занимает изделия саровской мастерицы Елены Харулиной. Помимо знакомства с новогодними елочными украшениями, посетители выставки смогут поиграть на народных инструментах и украсить елочку игрушками-малышками. Экспозиция рассчитана на зрителей любого возраста. Выставка продлится до середины января, будут работать все новогодние праздники, будут проходить мастер-классы, творческие мастерские, экскурсии. Так что всех горожан ждем на нашей новогодней выставке и на наших мероприятиях. С подробной программой можно познакомиться в группе Музея народной игрушки в социальной сети ВКонтакте. Справки по телефону 6-64-94. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Праздник зажжения огней прошел на площади Ленина. Торжественную церемонию провели для гостей Дед Мороз и Снегурочка. Помогали им дарить новогоднее настроение горожанам несколько сказочных персонажей. Дети и родители, пришедшие на праздник, водили хороводы, пели песни, играли. Самым активным участникам вручили сладкие призы. В этом году на площади Ленина установили новую елку, украшают ее светящиеся светодиодные игрушки. Неподалеку установлена фигура главного зимнего волшебника Деда Мороза. Рядом с ним размещена объемная световая конструкция новогодней игрушки. Полюбоваться новыми украшениями и сделать фотографии на память можно будет до середины января. К другим новостям. Вместе с новогодними праздниками приближаются и школьные каникулы. Мальчикам и девочкам всегда хочется провести их весело и разнообразно. Свои двери для посетителей всех возрастов уже 3 января откроет городская художественная галерея. О том, что для сравчан подготовили ее сотрудники, расскажем в следующем репортаже. Традиционно в новогодние праздники сотрудники художественной галереи готовят для юных гостей и их родителей интерактивные программы, экскурсии по выставкам и кинопоказы. Изюминкой каникул станут творческие мастерские, где ребята попробуют себя в роли художников. Своими руками из дерева они смастерят и распишут символ наступающего года – мышь. Здесь вот такая вот мышка с подарком. То есть подарочек тоже нужно будет сложить, бантик сделать и придумать костюм. Здесь вот наши научные сотрудники нарисовали шарф, шапку приклеили. И вот такая лошадка будет замечательная, где каждый себе коня сделает, на котором как раз мы отправимся в новый уже 2020 год. В зимние каникулы ребята смогут посмотреть две персональные выставки. Первая – это белое облако московского художника Александра Дедушева, на которой мастер представил живописные полотна и графику. На втором этаже художественной галереи расположилась еще одна экспозиция нижегородского живописца Алексея Гарина «По волне моей памяти». Он предложил живопись с разных пленеров, разного периода творческого взгляда на те места, где он побывал. Это и Крым, и наш Саров, и Нижегородская область, Болдина, и, конечно же, Венеция, с которой мы знаем Алексея Александровича только с прекрасной стороны. Также гостей художественной галереи ждет путешествие в мир кино. Ребятам покажут мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк 4». Каникулы сеанса будут в 11 и в 13 часов. Новый мультфильм «Споемся вместе», потому что очень певческий, там конкурс проходит среди персонажей этого мультфильма. Это уже четвертый сезон знакомых сказочных героев. Каникулы в художественной галереи стартуют 3 января. Подробности можно узнать по телефону 702-87, без возрастных ограничений. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»